Девушки отдыхают Но я не буду этого делать. Вместо этого расскажу вам, что сегодня отмечается день открытия уникальности ДНК. Надеюсь, все знают, что это такое. В 1984 году британский генетик заметил, что цепочки ДНК отличаются, и у каждого человека они уникальны. Это внесло огромный вклад во многие сферы. Изучая архивные источники, а сейчас у меня их около 350 наименований газеты «Журнал», я тоже нашла кое-что уникальное. Вашему вниманию картинки. Попробуйте угадать, что это за место. Интересно, что вам пришло на ум, когда вы просматривали эти фото? Точнее, картинки из журнала с названием «Тальцы». Подобное издание выпускалось с 1996 года, а задачей журнала была популяризация народов Сибири и Прибайкалья. Более того, в одной из статей я увидела строки «Первые планы Иркутска», а точнее разговоры о чертежах, людях и планах. Остро встал вопрос о создании иллюстрированного каталога планов Иркутска, который в то время мог включить 3 чертежа, 22 топографических плана и 5 панорамных видов. За 16 лет минувших с тех пор ничего не предпринималось, и сейчас данной статьей мы начинаем публикацию оригинальных планов Иркутска. Круто! Увидели проблему, побоялись потерять историю в чертежах, и вот, пожалуйста, создали собственный архив. Чтобы не терять историю, важно передавать ее из уст в уста, и, конечно, из года в год. Ну, конечно, я не могла не поднять тему школы. Тем более, в 1971 году в газете о 3 сентября есть статья об образовательном учреждении. В канун 1 сентября ангарские строители сдали в эксплуатацию школу на 1300 учащихся в 7 микрорайоне. Размеры школы небольшие и уступают другим заведениям, зато здесь самая лучшая за все время школьного строительства в городе внутренняя отделка. Панно в стенах школы – это прекрасно, но главное – педагогический состав и программа образования. А красота стен или наличие изысков декора – дело второе. Берегите уникальность своей ДНК и следите за историей области вместе с нами. Хорошего дня! Пока-пока!